Привет, друзья! Мы продолжаем нашу рубрику Назад в будущее В которой мы рассказываем Про проблемы с автомобилем Которые появляются при пробеге 100, 200, 300 тысяч километров Сегодня с нами Volvo XC60 Автомобиль достаточно обыкновенный Но интересен именно этот автомобиль Тем, что находится у него Под капот Автомобилем владеет наш сотрудник Который ремонтирует автомобили Volvo А теперь самое интересное Двигатель у этого автомобиля Т6 Кто-то знает про этот двигатель А многие и не знают В связи с тем, что он редкий А боятся все чего? А боятся все 286 лошадиных сил Которые у этого двигателя Находятся под капотом А все думают, что Зачем нужен такой автомобиль? За него же нужно платить большие налоги Но вы ошибаетесь Этот автомобиль гораздо экономичнее Чем все остальные Volvo Возможно, кроме дизельных Друзья, в этой серии Я расскажу вам про под капотное пространство Про двигатель, про трансмиссию Про навесное оборудование Начнем с турбины К сожалению, турбина на этом двигателе Ходит порядка 100 тысяч километров Да, это проверено практикой Так как наш сотрудник Один раз произвел замену турбо На дово Именно на Вольво XC60 До рестайлинговой Стоит один турбокомпрессор И он выходит достаточно часто из строя На Вольво XC60 Рестайлинговом В таком же кузове Но с обновленной оптикой Салоном и так далее Устанавливалось два турбокомпрессора Высоковый и дискодавленный Вот они ходят Дольше Гораздо дольше И порядка 300 тысяч километров Они вытаживают Да, есть такая ситуация Поэтому турбокомпрессор Включаем в список В пробег 100 тысяч километров На 100 тысячах Вы столкнетесь С обгонной муфтой приводного ремня И с обгонной муфтой генератора Обгонная муфта приводного ремня Установлена вот здесь Под компрессором кондиционера Проверить ее можно Простым способом Мы видим, что По часовой стрелке У нас вращается приводной ремень Против нет Это значит, что обгонная муфта работает Если на холостых Просто, да Не на заведенном двигателя Не вращается Муфта компрессора кондиционера Значит, обгонная муфта у вас заклинит Муфта генератора На нее ремень На этом двигателе не приводится Она входит сразу же В шестеренку Соответственно, при выходе из строя Муфты генератора Будут очень неприятные звуки Потрескивания В принципе Ее отдиагностировать очень просто И понять, что она вышла из строя Итак, эти две муфты Мы включаем список Они выходят из строя Раз в сто тысяч километров Недавно хозяин автомобиля Столкнулся с проблемой У него началась вибрация по всему кузову Как он рассказывает Вибрация на руле Вибрация в ногах Вибрация на рукоятке КПП Проблема вся была В правой опоре двигателя Справа установлена гидравлическая опора двигателя Опора вот эта вот черная На ней циферка 6 Должна сейчас быть видна Соответственно, масло ушло Опора потеряла свои свойства Кронштейн двигателя лег На железную часть И началась вибрация Вы не поверите Мы искали причину Около месяца Поменяли несколько деталей Оказалось Причина вся вот в этой опоре Так что включаем ее В сто тысяч пробега неисправности К сожалению, на сто тысячах пробега Или раз в сто тысяч километров пробега Вы столкнетесь С неисправностью Компрессора кондиционера Здесь такая болячка У многих машин Не обязательно даже у Волева Соответственно, компрессора Мы перебираем В нашем подразделении Воллюкс-эксченч Новые, как правило Клиенты отказываются Ставить в связи с тем Что они очень дорогие Но в список Сто тысяч километров Компрессор кондиционера Мы вынуждены включить Есть еще одна проблемка Как у двигателей Трехлитровых Так и у двигателей Три-два Раз в сто тысяч километров Выходит из строя Помпа охлаждения Двигателя Причем Помпа стоит Я вам не покажу Она стоит глубоко-глубоко Внутри, внизу И так далее Как выявляется неисправность Начинает уходить Жидкость Охлаждения Причем Течи нет А жидкость уходит По штоку помпа Через вал Потихонечку Соответственно Включаем список Помп охлаждения Двигателя Друзья На данном автомобиле Меняем свечи Раз в десять тысяч километров Свечи зажигания Они установлены вот здесь Их устанавливается На этот двигатель Шесть штучек Соответственно Шесть цилиндров Почему раз в десять тысяч Ну порядка Восемь В двенадцать Да Порядка десяти тысяч Всего Здесь ходят свечи Начинает вибрация Появляться Выкручиваем свечи Загоревший электрод Из-за чего Ну Хозяин автомобиля Любит Выезжать За пределы Московской области В далекие поездки Мы грешим На некачественное топливо Так как Оригинальные свечи На других автомобилях Ходят дольше Надежнее И проблем таких не возникает Поэтому свечи включаем В сто тысяч Пробег Ну вот друзья Мы в общем-то Закончили обсуждать Что выходит из строя На сто тысяч Километров Под капотом Что выходит Раз в двести тысяч Километров Насос гидроусилителя Насос гидроусилителя Ходит порядка Двухсот тысяч Километров С цепной передачи Проблем не возникает Но Переуплотнить Вам ее понадобится Скинуть переднюю крышечку И устранить течь Также Примерно Раз в двести тысяч Километров Наблюдается Запотевание Трубок К радиатору Охлаждения КПП Соответственно Запотевание Появляется Трубочки Нужно заменить Ну и Со слов Владельца Автомобиля К двухстам тысячам Так как Двигатель мощный Коробочка Подходит 286 сил На себе Дают знать И Конечно Смотря как Ездить на этом Автомобиле Если Щадящий режим И Не рвать То Коробка Отходит дольше Но Для этого Т6 и есть Что-то Нажимать И Быть первым Быть лидером На трассе Поэтому Коробочка Передач На Двухсот Тысяч Скорее всего О себе Дознать И Моя Рекомендация Устанавливать Коробку Передач Бул Да Риски Присутствуют Но Тем не менее Как практика Показывает Это Лучший Вариант Цена Качество Чем Нежели Переборка Ну А новый Я не буду Говорить Сколько Она стоит Вы Знаете Друзья Ну вот В общем То И Заканчивается Наша Первая Серия По Данному Автомобилю Мы Так И Не Дошли До Пробега 300 Тысяч Километров Это В связи С тем Что Все Остальное Уходит Долго И Не Выходит Из Строя Двигатель Не Закончит У вас На 300 Хоть В нем И Почти 300 Сил Друзья Я Знаю Что У Многих Из Вас Есть Подобные Автомобили И Люди Которые Выбирают Такой Мотор Как Правило Знающие Люди И Хотят Мощности Если У вас Что-то Возникало С Подобным Двигателем С Подкапотным Пространством Пишите Нам Интересно С вами Подискусировать И Пообсуждать О проблеме Которые У вас Были По Нашим Данным Это Все Мне Добавить Нечего А В следующей Серии Вы узнаете Об Электрике В третьей По Подвеске Много Будет Интересного Оставайтесь С нами Ставьте Лайки Подписывайтесь Пишите Комментарии До новых Встреч